Добрый вечер! В эфире Вести Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Стратегия развития строительного отрасли и ЖКХ обсуждалась в Москве. В совещании принял участие глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов. Насколько энергетический комплекс готов к осенне-зимнему периоду, об этом на брифинге рассказал директор филиала Рослета Северный Кавказ, Карачао-Черкесия Энерго. Только коллективный иммунитет поможет стабилизировать ситуацию с COVID-19, уверенные представители законодательно-исполнительной власти и ревакцинировались. Полицейские Карачао-Черкесии пресекли деятельность распространителей запрещенных веществ на наркоторговцы, заключенных под стражу. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом почета главу Карачао-Черкесии члена Высшего Совета Единой России Рашида Тимрезова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации за вклад в социально-экономическое развитие Карачао-Черкесской республики и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом почета Тимрезова Рашида Бориспиевича главу Карачао-Черкесии, говорится в документе. Напомним, орден почета учрежден 2 марта 1994 года. Им награждаются лица за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и другой деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, в воспитании подрастающего поколения и другие успехи. Накануне в Москве глава республики Рашид Тимрезов принял участие в семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Это ключевой документ, который будет определять перспективы и приоритеты развития строительной отрасли в стране на ближайшее десятилетие. Основная задача – это формирование высокотехнологичных конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ. для создания максимального комфорта россиян и повышения уровня их жизни. В частности, на повестке были вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, повышения энергоэффективности жилищного фонда, устойчивость, сокращение непригодного для проживания жилья, создание комфортной городской среды, обеспечение сбалансированного пространственного развития. Обсуждались вопросы создания единой опорной транспортной сети, развития общественного транспорта и парковочных пространств. В формате круглых столов участники семинара обсудили ключевые элементы стратегии, обменялись опытом, внесли свои комментарии и предложения к стратегии, которые будут использоваться при ее доработке. В Черкесске прошел брифинг директора филиала Россети Северный Кавказ «Карачаево-Черкеска Энерго» Александра Хлысенко. Представителям СМИ он рассказал о том, насколько готов энергетический комплекс к осенне-зимнему периоду. О том, какие работы были выполнены, узнавал Алихан Лепшоков. На сегодняшний день основной объем работы по подготовке энергетического комплекса республики к осенне-зимнему периоду выполнен в срок. В ходе брифинга руководитель филиала Россети Северный Кавказ «Карачаево-Черкеска Энерго» Александр Лысенко отметил, что ведомством приказа Министерства энергетики России был получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду за 2021-2022 год. У нас большое количество протяженности линий, количество подстанций. Если взять только одних класса низшего, берем это 10 и ниже, около 5000 километров. То есть там необходимо также провести практически всем осмотр, провести техническое обслуживание. Подстанции 62, это большие, тоже необходимо им все провести капремонт и обслуживание. И, соответственно, подстанция 1004, это которая находится у потребителя уже, посредственно к потребителю, понижающий до величины 120, как принято называть. То есть, в целом, мы уже готовы. В этом году обновлено почти 111 километров линий электропередач. Были замены изоляторы, проведена выправка опор и притяжка провода. Также Александр Лысенко подчеркнул, что специалисты провели большой объем ремонтных работ на энергообъектах курортов Карачаева-Черкесии. В Донбайе мы собственными силами дополнительно построили и ввели в эксплуатацию две кабельных линии, а не новые. Была сложность перехода через реку, но мы это через Аманаус, там около 120 метров переход, мы это сделали. Вот сейчас у нас еще дополнительные мероприятия разрабатываются и заканчиваются. Там еще одну хотим линию построить воздушную, но она сейчас пока как резерв. Это еще увеличивает мощность, вернее, увеличивает надежность под Донбай в целом. Также в Архизе в рамках инвестиционной программы филиала построено и реконструировано почти 5 километров распределительных сетей и смонтированы две новые трансформаторные подстанции. В свою очередь первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Эркенов дал положительную оценку проведенной работе ведомства. Безусловно, у нас этот год не стал исключением из правил. У нас Карачаевский филиал Россетей традиционно очень с хорошим показателем входит в ОЗП, потому что работу начинают заранее, все прагматично, спланированно и строго по плану. Соответственно, доказательством того является своевременное получение паспорта готовности, который говорит о том, что структура готова к прохождению ТОЗТ без каких-либо вопросов, скажем так. А в части именно работы филиала, безусловно, мы совместно работаем. Филиал всегда очень отзывчиво смотрит на наши пожелания, в том числе по обеспечению энергетической безопасности. В случае введения режима повышенной готовности, особого режима работы в республиканском филиале Россети «Северный Кавказ» в постоянной готовности находится 18 оперативно-выездных и мобильных брикад в составе 56 специалистов. Алих Алипшоков, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия облачно с прояснениями. Местами дождь в горах со снегом. Ветер западный 4,9 м в секунду. В горах порывы 11,14 м в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3. В горах местами минус 2, минус 7. Днём плюс 4, плюс 9. В горах местами минус 2, плюс 3 градуса. В Черкесске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 4,9 м в секунду. Температура воздуха ночью 0,2, днем 6,8 градусов. К сожалению, со временем уровень защиты антител вакцинированных начинает снижаться. Поэтому сейчас многие прививаются повторно. В процедурный кабинет городской поликлиники Черкеска пришли председатель комитета по здравоохранению и социальной политики Народного собрания Корчаева-Черкесии Хасан Хубиев и заместитель председателя правительства Корчаева-Черкесии Ирина Гербекова. Они проходят ревакцинацию. Конечно, перед процедурой следует убедиться, что состояние здоровья не изменилось с момента введения первой вакцины. А с того времени прошло уже полгода. И тогда, по словам Хасана Хубиева, не принесла каких-либо неприятных сюрпризов для здоровья и самочувствия. У нас семья в основном медработники. В нашей большой семье 11 медработников. Ну и прекрасно понимаем, особенно мой возраст, что все виды вот этих инфекций, они всегда побеждаются только в вакцинации. Я очень надеюсь, что на федеральном уровне силовики примут меры, потому что население очень большое внимание обращает, так как все смотрят сегодня интернет, а там очень много антирекламы. Вот я смотрю, профессорам представляются, антирекламу делают, а потом забьешь этого профессора и нет. Хасан Хубиев уверен в важности формирования коллективного иммунитета для стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Этот результат можно достичь только при условии соблюдения всех требований медиков в обязательном порядке, включающих массовую вакцинацию. В этом уверена и Ирина Гербекова. Первую прививку российской вакцины из тестовой партии, поступившей в регион, она перенесла хорошо. Также была привита вся ее семья. Сейчас Ирина Джошауна проходит не только ревакцинацию. Поскольку надвигается сезон вирусных заболеваний, она решила сделать две прививки – от сезонного гриппа и спутник лайт от COVID-19. Она, как никто другой, знает, как коварен коронавирус. Несмотря на то, что в республиканской больнице мы госпиталь открывали оснащенные абсолютно всем, даже возможностью проведения КМО, это когда полностью легкие отказывают в работе, но пациентов, к сожалению, не удается спасать в некоторых ситуациях. Поэтому мы призываем активно к вакцинации, потому что это все-таки шанс на то, что заболевание будет проходить легче. Ирина Джошауна прокомментировала, как обстоят дела и с лекарственными препаратами в республике, в частности о высокой цене «Октембры». Одна из целей вакцинации – потом не входить в такие затраты и в такие сложности с препаратами. Дело в том, что «Октембр» не единственный препарат, который применяется при коронавирусной инфекции. И применяется целый ряд других аналогов, которыми мы оснащены, ими оснащает федерация. Они распределяются по региону. И, конечно, с ними есть проблемы. Представьте, во всей стране такой подъем заболеваний. Ирина Джошауна убеждена, что вакцинация нужна не для того, чтобы сейчас не болеть, а для того, чтобы не было следующей волны. Поскольку этот вирус, мы видим, от волны к волне протекает все тяжелее, более агрессивно и вызывает более тяжелые ситуации, и у пациентов, самое главное, вот в этой волне мы заметили, что развивается стремительное течение заболевания. Поэтому мы хотим предотвратить наступление следующей волны пандемии. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 29 164 человека. Из них 25 253 выздоровели, 737 человек госпитализированы. Следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей разных регионов России и двух иностранных граждан. По версии следствия, подозреваемые действия в составе преступного сообщества в период с августа 2020 года по февраль 2021 года занимались незаконным оборотом наркотических средств, дистанционным способом с использованием сети интернет. Деятельность распространителей запрещенных веществ пересечена оперативниками регионального МВД в феврале 2021 года при осуществлении подозреваемыми закладок в Черкесске. При обысках по местам жительства, обвиняемых и в тайниках закладках, сотрудники полиции обнаружили более 600 граммов героина, предназначенного для сбыта. Также изъяты упаковочные материалы и электронные весы. В отношении всех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается работа по установлению иных лиц, причастных к участию в организованном преступном сообществе. В ходе проведения оперативно-радостных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, задержаны две организованные преступные группы, которые осуществляли преступную деятельность на территории города Черкеска путем установления закладок наркотического средства героин. Было установлено, что данные преступные группы действовали под руководством одного лидера, гражданина иностранного государства. При обысках по местам жительства, обвиняемых, а также в тайниках закладках, сотрудники полиции изъяли наркотики, предназначенные для сбыта. Всего из незаконного оборота изъяли более 600 грамм наркотического средства героин, а также электронные весы и упаковочные материалы. В отношении всех фигурантов уголовного дела избрана мероприятия в виде заключения под стражу. В настоящее время МВД по Крачаево-Черкесской республике продолжает работу по установлению иных лиц, причастных к участию в организованном преступном сообществе. На территории Крачаево-Черкесии расположено большое количество достопримечательностей курорта Архиздамбай-Тиберда-Махар. Все вышеперечисленные объекты популярны не только среди жителей республики, но и для тысяч туристов. Но теперь к ним обязательное требование – справка о вакцинации. Именно пандемия натолкнула некоторые турагентства на мысль, что можно развивать внутренний этнотуризм, так как отдыхать на свежем воздухе и в условиях COVID-19 наиболее безопасно. Это все вести. На сегодня удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова